Пандл. Это про менеджмент версии Питона и версии пакетов. Ну, первым делом небольшое про паэнф. Паэнф – это набор башевских скриптов, которые просто ставят вам питон нужный. В чем удобно по сравнению с другими методами ставить через брюль, через пакет или еще что-то. Во-первых, у него достаточно широкий набор версий Питона, там есть PyPy, есть какие-то экзотические типа Anacond. Ну и, конечно, все версии CPython. Второе. В каждом проекте обычно, я, по крайней мере, считаю, что версию интерпретатора нужно фризить. То есть на которой вы разрабатываете. Все нужно фризить. И если у вас в команде сейчас на проекте на каком-то используется Python 3.4.1, то перед тем, как переключиться на 3.4.2, нужно проверить, что у вас все действительно работает, ничего не поломалось. Для этого в корень проекта кидаем PyEnf version. Если мы используем PyEnf, у вас при разработке автоматически будет использоваться нужная версия Питона. Или он вам ругнется, что версия не установлена. В процессе, когда разработки переезжаем на свежую версию, меняем, проверяем, коммитим с этой версией. В деплое можно как бы сказать Питон отсюда. Так. Что еще немаловажно? В отличие от всяких системного Питона, у него в сайт Packages нет ничего лишнего. Кое-что есть внутри важного. Это PIP Setup Tools. Как бы, чтобы чувствовать себя приятно и ставить просто все. Ну, как бы, АПН все. Моя тема по фризам всего и вся. Там много споров, нужно ли его использовать, нет. КМД скрипты, ставить через систему пакетов, через Брю или еще что-то. В общем, я пользуюсь PyEnf в основном. И всех агитирую. Вот. И важный момент. Пожалуйста, не пользуйтесь им при деплойе на сервере. А потому что он билдит, как бы, из исходников. Вот. Билдить на сервере плохо. Теперь перейдем, собственно, к основной части. Я считаю, что в Питоне есть проблемы с менеджментом зависимости. У меня есть много проектов, которые иногда ресурректятся. У них не закончилась разработка. Какие-то фичи мы сделали. Через год, возможно, приходит человек и говорит, мне нужно допилить фичи. За год я могу поменять мой MacBook. Еще что-то может случиться спокойно. Ну, как бы, чекаутим с GitHub. Потом VirtualEnf. Пип-инсталл-рекуирменты. Менедж-пай-ран. И... Ой, что произошло? И как бы... Блин, да что ж такое? В общем, и все развалилось. А, в буквальном смысле. Почему развалилось? Потому что в проекте, в Requirements.txt, версии кайп-аркетов, конечно, не были прибиты. Там было написано Flask, Flask Admin, еще какие-то зависимости. И все. Прошел год. Код, который был написан в проекте, с новыми версиями несовместим. Поставились новые. Как я отсюда, как бы, выкарабкивался в этот момент переписывать, очень не хотелось, потому что хотелось по минимуму, короче, сделать, версии оставить. Идем на сервер. Там пытаемся сделать pip-freeze. Pip-freeze наваливает кучу всякой фигни, совершенно не относящейся к теме. Это попытка вычистить, разобраться, что за пакеты. Они могут, как бы, не иметь отношения вообще к вашему проекту и так далее. Ну, наш классический файл, Requirements.txt. Вот его проблема. Пишем Flask больше 0.10. Какая версия у вас получится в итоге, когда вы сделаете pip-install? Никто не знает. Он просто выберет последнюю, которая есть. Последнюю, которая есть, не та, которую вы хотите. Даже если вы прибьете гвоздями Flask, это не означает, что зависимости Flask будут тоже прибиты гвоздями, потому что они вообще нигде не прописаны. Он возьмет последнюю версию зависимости, и у вас опять же все может разломаться. Ну, и pip-freeze бесполезная совершенно штука. Есть, как бы, еще помимо pip-freeze, кто-то попытался решить эту штуку. Это pip-tools. Она пока, как бы, в девелопменте. Там есть такая ветка, на GitHub'е Fusion называется. Она делит на две части. Берется requirements-in, запускается pip-tools, говорит, сделал мне из in txt. Вот, и он вытягивает у каждого, что у вас в requirements-in прописано зависимости, версии, все их разрешает и пишет в txt, и все. И там уже просто прибиты гвоздями все версии, всех пакетов, которые у вас поставятся. Вот. Таким образом это работает. Вот. Но пока, как бы, в каком-то экспериментальном виде тоже. Теперь virtual-end. Хорошая штука, все пользуемся, но вот вы разрабатываете, да? И вот у вас ситуация, нужно обновиться. Вы ставите новые версии пакетов, теперь нужно откатиться назад. Вам нужно использовать или пачку virtual-end, или в этом же virtual-end особо версии не поменяешь. Это не очень удобно там происходит. Ну, и как бы связка pip-e virtual-end с пакетами, с версиями никак ничего не делает. То есть вот эта вот связка классическая virtual-end и pip-a, ну, вы всегда будете как бы руками все прописывать, все версии, или вот пойдете pip-tools возьмете. Вот. Ну, virtual-end не вечен, что-то у вас в системе как бы живет, развивается, и в конечном счете у вас ломается, приходится пересобирать, и вот вы теряете все как бы свои зависимости. Но что он, собственно, делает, да? Virtual-end создает папку, куда он копирует питон, копирует какие-то ему библиотеки нужные, сайт пай туда копирует, все это как бы. И вот типа такая мусорка, куда потом при установке пакеты могут накидаться. Да? Вот. И для каждого вашего проекта у вас все эти пакеты, все знают, да, эту проблему, они всегда ставятся как бы там. Каждый у вас, вот одинаковая версия Flask, у вас много проектов, там несколько virtual-end поставится в каждый, скачается там. Вот. Ну, как бы есть там всякие кэши, will и прочее, да? То есть как-то фиксит немножко эту проблему, кэширует эти пакеты, чтобы вставить virtual-end собирать быстро. То есть, понимаете, да, если проблемы, что вам нужно часто, ну, не очень часто, но нужно собирать virtual-end, и не хочется ждать, пока все пакеты поставятся, она точно есть, раз ее решали. Вот. Но можно как бы с другой стороны взглянуть на эту тему. Можно попробовать пакеты ставить по отдельным папкам, по версиям их. Не ставим в сайт-пэккеджес, а ставим отдельно, где-то там у себя в системе сохраняем. И когда нам нужно какую-то версию пакет, мы читаем его из определенного файла и просто подрубаем вот здесь. Когда питон пытается импортировать в Flask, мы видим, что зафризена версия 0.10.0, мы ему такие вот здесь. И грузим ее. Дальше. Опять же, нужно как бы записать, что мы там зафризились, да? То есть requirements.txt у нас в такой свободной форме, что мы хотим. И во Frozen, ну, как-то, я выбрал Frozen, да? Во Frozen мы хотим записать именно то, с чем мы работаем. Мы знаем, что это работает. У нас прогнаны тесты, мы проверили его у себя на машине, проверили на стейджинге. И когда мы поставим на production, мы не удивимся. Версии пакетов будут те, потому что мы скажем, pip отсюда, no depth. То есть зависимости не разрешаешь. Ты ничего не умничаешь, короче, стоишь только по списку, ровно. Вот. И тогда у вас получится вот именно то, на чем вы разрабатывали. Именно с моей точки зрения это важно, потому что, ну, вообще, как вот с Максимом мы обсуждали в кулуарах, в питоне редко кто наталкивается на проблемы, что вы меняете версию пакета, у вас все ломается. Но это редко, но бывает. И очень мне лично неприятно, когда это бывает при диплой. Вот. И обдумав такие идеи, я вообще как бы бродил вокруг да около, пытался пропатчить пип, еще какие-то там всякие дикие мысли были. В итоге у меня родился такой вот пундель. Я, значит, выбрал папку такую. Возможно, не самая удачная, короче. Я там у Армена посмотрел немножко более соответствующую современным гайдам Unix систем. В общем, пока я вот так выбрал. Пундель.dir. Мы как бы разрешаем зависимости, записываем их, а потом ставим их вот в отдельные папки, в индивидуальные вот в этой вот дерево, в подпапочке. Да, там, допустим, мы для... У нас cpython 341. Мы ставим папочку cpython 341, flask 0.1001, и туда внутрь мы ставим вот эту версию flask. Когда загружается вся среда, он подцепляет именно те папки, которые у вас прописаны, и у вас импортируются все нужные версии. Отсюда, кстати, есть плюсы такие, что если вы ветку прямо в процессе разработки писали, пытались использовать новые версии пакетов, что-то поломалось, ничего не допочинили, сделали гид-стаж, короче, и переключились на другую ветку, версии пакетов переключились автоматом. То есть ничего не переставляется. Они же у вас уже были поставлены, правильно? Времени секунды занимает абсолютно. А вот. Ну, еще, конечно, должен ругаться, если frozen txt недоступен, короче, версии не зафрижены или не поставлены. Те, которые прописаны там. Ну, то есть, как бы, звучит так неплохо, да? То есть, хоп, быстро, все хорошо, все фризится, импортируется, все работает, летает. Ну, конечно, как бы, природа развивается неравномерно, и в пакетжах питона есть много всяких неожиданностей. Ну, как бы, если вы с пакетами знакомы, как они строятся, как они работают, там, это, конечно, не неожиданности, вот, но такие неприятности. Допустим, важная тема, как нам активировать эту среду. То есть, нам нужно прочесть frozen txt, а потом питону сказать, где их брать все, да? Но, как бы, алгоритм-то понятен. Можно в сайт-пэккеджес напихать, можно написать свой loader, finder loader. Вопрос в том, как запуститься при старте. То есть, вы-то хотите выполнить не пундели, а вы хотите выполнить старт пай или менедж пай. Вот. Тут, как бы, возможно, варианты. То есть, самый простой вариант, который лучше всего работает, но не очень приятно как-то звучит, это просто записать код в user-customize.py. У каждого пользователя, как бы, питон при старте может посмотреть ваш файлик специальный у вас в директории, там для каждого питона отдельно. Он такой, там, из сайт-пай его импортнет. Там вы можете, как бы, активировать пундель. Вот. Пундель, как бы, он, где питон запустился, в этой локальной папке он найдет requirements, ну, или выше по дереву попытается найти и импортирует. Мне очень приятно тем, что у вас все, с этого момента питон всегда пундель при старте будет дергать. Хочется что-нибудь там, допустим, там, пундель run, пытаться запустить скрипт. Вот. Можно, как бы, открываем питон, активируем, считываем скрипт и выполняем его, там, экзеком буквально. Но, допустим, есть нежданчики такие, скажем. Допустим, вверхсоек. Как мы напишем? Мы напишем пундель, managepy, run, там, что-то, чем мы запускаем вверхсоек. Но вверхсоек, он, как бы, при девелопменте, да? Мы же девелопментом занимаемся. Пундель на сервер не ставим. Потому что там прекрасно работает просто pip, no-depts по frozen. Все он решает. В чем? Вот. Вверхсоек пытается рестартануть. Но как он это пытается сделать? Он берет командную строчку, который запускался, и пытается ее форкнуть с супервиз... Ну, как бы... Короче, пытается форкнуться с ней. Вот. А мы, когда запускаем скрипт, он же может, как бы, параметр смотреть, с из-за RGV, да? А там наши параметры. Для пундля, который у него там run стоит, там. Вот это все. Вот эти все там. Мы загрузим такой-то модуль, выполним такую-то команду, и нам нужно их убрать, да? Чтобы, как бы, скрипт, который мы запускаем, он видел тот с из RGV, который, как бы, он поймет. Он же не знает, что он запускается из-под кого-то. Вот. Но верксоек как раз в этот момент и увидит только тот наш урезанный RGV. И, конечно, не сможет запустить скрипт. Потому что он второй раз дернет, у вас будет там... Не могу найти пакет. Потому что пундель-то не активировался, его из RGV выкинули. Второй подход был, попытка такая. То есть юзер-костомайс решает, но хочется как-то вот так, по-другому. Второй подход — это передать C. То есть перед скриптом выполнить просто через C там импорт пундель, пундель-активейт. Нет. У питона есть особенность. Он C выкидывает, конечно же, из RGV сам. Ну, это еще полбеды было бы. Можно было бы как бы Армин прислать там патч и сказать, вот возьми не отсюда RGV, а вот такой вот более полный, чтобы C тоже учитывал. Ну и вторая проблема. Питона внутри в C-шном коде, как бы в главной функции main, есть такой arig.argv, куда он копирует аргументы. А потом, когда запускается, так, у него там остается в этих arig.argv, как у нас было черточка C, да, и команда. Питона в итоге оказывается черточка C, черточка C. На всех версиях. Забавно. Как бы можно это решить через user-customize, конечно, а можно еще просто как бы скопировать manage.py рядом и у него вверху импортировать пундель. Там вызывать pmanage.py и все. Локально. То есть для себя такой скрипт сделать, который пундель будет активировать вам. Дальше. Еще есть такие файлики, как pth, да, то есть не только пундель хочет активироваться при старте питона. Многие люди как бы хотят тоже что-то такое сделать. Вот. Кто-то хочет что-то разумного, конечно, вот, а кто-то хочет безумного, кстати. Вот, допустим, flask.ext всякий, да, он же, ну, знаете, да, там, чтобы импортироваться с flask.ext, откуда-то еще и так далее. То есть они там подсовывают себя. Вот. Flask-овские пакеты в основном нормальные, они pth файл не умничают, и он как бы пипом оказывается там же рядом. Куда, собственно, пакет поставил, там же рядом pth файл валяется. Ну, допустим, есть такие интересные разные пакеты. А, ну да, я, кстати, как бы особо стандартных механизмов, как класят pth, куда. Нет, исполняется он из сайт-пакаджес. Его исполняет сайт-пай. То есть это прямо в коде сайт-пай написано, там пойти, найти. Вообще он там как бы папки добавляет, но если написать строчку начать с импорта, то он выполнит просто как питоновскую. Вот. Как бы для Flask-овских экстеншенов я сделал, то есть pth файлы в папках установленных я смотрю, как бы этот импорт выполняю. Все работает. Но есть несколько другие люди. То есть, допустим, есть какой-то такой проект, мне просто как бы на гитхабе кинули, там ищу и говорят, вот смотри, вот это здесь не будет работать. Попробовал, правда, не работает. Вот. Но я с этим ничего делать не стал, потому что, если посмотрите на строчку, вот, по-моему, автору нужно как бы как-то образумиться и просто обозвать сап-процесс, подчеркиваю, не ран. Все. Во-первых, он, во-первых, что здесь произойдет, да, у вас при каждом импорте, вот просто при запуске чего угодно, даже если ему вот совершенно не нужен этот сап-процесс ран, он все равно импортнется. Причем он партнется с забавным именем. Я-то как-то амбигуя достаточно как бы. Вот. А еще. Эта штука при установке перебирает все пути, короче, которые знают о питоне, ищет там магическую строчку сайт-пэккеджес. И вот туда вот именно он вот этот 5-х засунет. Ну вот это я вот так себе представляю, короче, это поведение. Вот. Ну, короче, да, как можно попробовать-то. Ну, как бы, берем проектик, чтобы был requirements.txt, паенов выбираем какой-то нужный питон себе. Пип из install пандель, ну, потому что вы просто как бы, знаете, пип стоит в сайт-пэккеджесе с этап-тулс, а пандель того же рода, с утилитой. То есть у вас будет вот девственный тот чистый, но совсем нужный, туда еще пандель добавится. Ну, потом просто запускаем install или без параметров. И вот он сочетает requirements.txt, все поставит, зафризит, и скажет, все готово. Все, дальше можно пользоваться тем самыми техниками, то есть попробовать через run. Через exit можно entry points выполнять, которые у вас есть в списке. Допустим, через команду entry points можно посмотреть, что у вас там есть, какие возможности. P4x там, что-то такое там, jango-админ. Ну вот, слайды кончились. Аплодисменты. Еще что-то хочешь сказать? Я хочу сказать, что, ну, еще там есть всякие проблемки с тем, что выкидывать ли сайт-пэк или же с пути, да, потому что, знаете, virtualenv как бы принято. Для разработки, если у вас девственно чистый pnv, в принципе, можно как бы жить. Но еще, в принципе, есть всякие проблемки мелкие. Вот, но действительно удобно. Я активно пользуюсь на всех проектах своих, пересаживаю свою команду. Вот. И, надеюсь, кого-то заинтересовать такой штукой. Вот. Ну, если у кого-то есть вопросы. Коллеги, ваши вопросы. Прошу. Спасибо за доклад. Я, наверное, расскажу, но мне интересно ваше мнение, как вы относитесь, возможно, в качестве временного решения, но все-таки к хранению зависимости в системе контроля версий. Для того, чтобы заморозить зависимости. Но я же про разработку быструю и удобную, да? Это не быстро, не удобно и очень муторно. Потому что какую в систему контроля версий зависит… А, правильно, не пакет, а в системе контроля. Это тот самый приваривание контрип, о котором я рассказывал. Который я пропустил. Ну, тут просто как бы самолет утром и спать хочется. Доклада в рейсу уже не хватает особо. Итак, коллеги, еще вопросы? Ну, понимаете, как бы если вы пипу скажете поставь мне равно-равно, и вот тут то, то он поставит. А если вы сами не знаете, что вы хотите поставить, то как бы он сделает… Самое лучшее, что он может поставить, последнюю версию. Спасибо. Как бы у сообщества, вот у меня есть планы, я разрабатываю. Да, я вот хожу, теперь я езжу по конференциям, пытаюсь всех заинтересовать, как бы позвать, залезть в код, написать мне, какой я дурак, и пишу все не так, надо вот так написать хорошенько, найти какие-то баги на своих проектах, какие-то корнер-кейсы, о которых я не подумал, и сказать, слушай, давай вот это тоже, чтобы работало, мы сделаем, и в конечном итоге оно будет замечательно работать, фризить версии, всем помогать, менеджерить пакеты, и получится у нас менеджер. То есть в моем случае он абсолютно точно делает то, что я хочу, вот, и как бы я работаю только через него сейчас. В общем, это калька с бандла рубишного. Не совсем, конечно, калька, потому что руби-то руби, а питон-то питон. Ну что ж, коллеги, наша конференция подходит к концу, сейчас в первом потоке как раз заканчиваются Lighting Talks, поэтому я прошу вас всех пройти в аудиторию первого потока, и когда они закончат, мы официально закроем все это мероприятие и пойдем отмечать, да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!